Ни у российского народа, ни у российской оппозиции, ни у кого не нужно создавать иллюзию, что чеченцы поставили себе целью вернуть российские города в руины. Абсолютно нет. Пусть живут и процветают. Желаем им всего хорошего, но только в рамках двух отдельных государств. Почему бы сейчас не обратиться с предложением к карликовым государствам, членам ООН, с предложением признания нашей страны, например, Фиджи и Микронезия. Кто будет к ним обращаться? Мы с вами сейчас находимся в очень таком невыгодном для нас сегодня положении, к сожалению, и вызвано это нашими внутренними некоторыми распиями, о которых мы здесь сейчас говорить не будем. Для этого у нас есть отдельная площадка, мы говорим об этом на чеченском языке, то, что наша внутренняя кухня. Но все любые какие-то меры, тем более международные, их нельзя вот так с бухта-барахты, просто так никто тебя слушать не будет. Там есть своя поэтапность, и, к сожалению, мы сейчас к этому первому даже этапу оказались не готовы. Томсо, наша цель, чтобы в России было то же самое, что и в Чечне, чтобы каждый их город лежал в руинах, а это можно достигнуть, только вовлекая в войну большие страны, нужно в войну Украине вовлекать других. Под нашей целью, я не знаю, может быть, у вас есть какая-то отдельная группа или группировка, и у вас есть такая цель. У нашего народа, у нашего государства, нашего правительства никогда не было такой цели. Нашей целью всегда была независимость нашего государства, суверенитет. И если для достижения нашего суверенитета нам нужно воевать, то мы были готовы к войне. Но сами мы не являлись никогда агрессорами, и вот этой вот цели даже нигде, никогда озвученной от наших официальных лиц у нас никогда не было и быть не должно. Но нам не интересно, чтобы Россия лежала в руинах абсолютно. Если это приведет к тому, чтобы мы получили, обрели наконец свою независимость, то в принципе я не против того, чтобы развалилась эта страна. Но ставить это для себя целью приоритетной, это как минимум не, даже если все остальное оставить, это как минимум не прагматично. Так что нет, наша цель это государственность. И самое лучшее для нас и для наших врагов, чтобы мы пришли к этому в результате договора, не в результате кровопролития войны. Мы уже немало провели крови, я думаю, этого вполне достаточно. Однако, если по-другому к этому прийти невозможно, то вот как высказал Ходорковский, говорит, если потеря Кавказа или война, значит война. Мы тоже смотрим на это точно так же. Если вопрос не рабства у России или война, значит война. Тоже на это так смотрим. В этом плане мы находимся по разные стороны баррикад. Но целью, опять-таки, мы это не имеем. И вот как раз не нужно создавать ни у российского народа, ни у российской оппозиции, ни у кого не нужно создавать иллюзию, что чеченцы поставили себе целью вернуть российские города войны. Абсолютно нет. Пусть живут и процветают. Желаем им всего хорошего, но только в рамках двух отдельных государств. Субтитры создавал DimaTorzok